В двух словах о работе дизайнера не скажешь, отправляемся в современный жилой комплекс ВГ-9, чтобы оценить работу дизайнера на практике. Было очень-очень много свободного места, потому что семья в основном в гостиной проводит время. В целом все семьи в основном в гостиной проводят больше всего времени, они пересекаются все. Но здесь это был акцент для того, как можно больше здесь пространства открытого. Поэтому здесь есть огромный диван, где можно собрать всех друзей, которых у тебя есть. Они здесь все поместятся. Здесь есть огромное пространство, где могут дети сыграть. В дальнейшем здесь будет просто большой ковер. И будет огромный телевизор, на котором можно смотреть все, что угодно, вплоть до того, что кино, это будет совместно вместе с колонками, будет шикарный домашний кинотеатр. Фронт работы 125 метров в жилой площади, но на самом деле гораздо больше. От дизайнера интерьера не ускользнет ни пол, ни стены, ни дверные проемы. Впрочем, здесь их нет. Хозяева этой квартиры молодая семья, поэтому задача была создать современный, но функциональный интерьер, в котором будет много простора, воздуха и света. Работа над проектом еще продолжается, но уже сейчас у квартиры есть свой характер. До этого были перегородки, и они были вплотную, то есть пространства не хватало, критически его не хватало. И для того, чтобы все это раскрыть, мне пришлось убрать перегородки. Мы убрали перегородки, и за место, там, где должна была быть перегородка, мы просто поставили зону бара и объединную зону. Таким образом, мы просто получили огромное пространство, рабочее вот здесь, где можно на кухне находиться с комфортом, с удобством. В едином пространстве есть все необходимое для комфорта – рабочая зона кухни и зона столовой, гостиная, спальное место, детская комната и несколько санузлов. Объединить пространство помог цвет, здесь основной серый, точнее, несколько его оттенков. Один из них – натуральный бетон. Это одна из самых основных фишек этого интерьера. То есть мы, вместо того, чтобы как-то придумывать, как-то скрывать колонны, какую-то отделку там, находить что-то, мы просто взяли, вычистили его, оставили чистый бетон. Чистый бетон, естественно, покрыли лаком для того, чтобы он не сыпался, и пыль к нему не прислонялась. Все. Это вот самое изюминга. То есть во всей квартире все колонны, все эркера, они все в своем естественном заливном бетоне. То есть ничего не было изменено. Черный в глубоком матовом оттенке оформил рабочую зону кухни. Так решили и хозяева, и автор проекта. И это все тот же прием, который Роман использует, чтобы визуально объединить пространство. Акценты над фартуком воплотил художник. По задумке рисунки должны вдохновлять на новые кулинарные подвиги и вызывать аппетит. Хозяин очень любит мясо. И мне нужно было как-то реализовать это его желание, это его любовь к тому, чтобы сделать приятно. Чтобы ему было приятно находиться на самом... Не только хозяйке, но и хозяину было приятно находиться на кухне. И решение как бы пришло с толчка, от самого хозяева. Изначально началось все просто с банальной вот этой вот картиночки, где это должно было быть просто меню на день. Вот простое меню на день нужно было расписать. Ему понравилась сама идея, и от этой идеи мы оттолкнулись. Двери-невидимки – еще один дизайнерский прием. Никаких наличников и дверь в одной плоскости со стеной. Мы сделали так, что вся стена лаконична, все ровно, то есть, как я говорил, все чисто, без лишнего. То есть, если бы не черная ручка, то, в принципе, дверь сразу обнаружить сложно. Было бы сложно. А так как есть ручка, то есть по ней мы ориентируемся. Поэтому она сделана темная, то есть специально. А вот так сразу видно, что есть еще и ванная комната, сам узел. Один из главных советов от Романа – три уровня света. Основное освещение, чтобы обеспечить достаточное количество света. Акцентное – для создания атмосферы и чтобы подчеркнуть выгодные детали. И локальное – это светильники над рабочей зоной, торшеры и бра. Мы использовали тот вид освещения, который, наоборот, раскрывает пространство. То есть, причем, если ты заметила, везде все освещительные приборы на потолке одинаковы. Для того, чтобы объединить пространство, и тебе казалось, что потолок еще больше. Все материалы в этом проекте от местных поставщиков. Работы выполнены приднестровскими мастерами. Роман, как автор проекта, участвовал во всех этапах ремонта. Только так, участвуя в процессе, можно воплотить самые смелые решения.